Не так давно в сети появились гневные комментарии от хозяев, жалующихся на появление ядовитых веществ в парках и скверах Казани. Владельцы домашних питомцев активно распространяют информацию в своих чатах, чтобы предупредить остальных об опасности. Изначально граждане думали, что подобной борьбой занимаются сотрудники горзеленхоза, но вскоре дирекции парков обозначили, что собаководам заранее сообщают о дезинфекции. Также службы диротизации устанавливают предупреждающие таблички. Поэтому вредные вещества, скорее всего, были разбросаны к кем-то из посетителей. Для животных эти яды, естественно, тоже вредны. Стоит оговорить, что чаще всего в ядах используются соединения мышьяка. И вот эти соединения, они наносят, конечно же, вред не только грызунам, но и домашним животным, так как и те, и те являются теплокровными. На сегодняшний день существует несколько видов яда. Одни оказывают острое действие, когда вредитель сразу же погибает после того, как вещество попадает в организм. А вторые имеют хроническое действие. Они накапливаются в организме грызуна и приводят к гибели только через время. Эти яды чаще используются для бытовых нужд. Риск после принятия яда существует для практически всего организма. После попадания в организм производные мышьяка могут приводить, скажем, к удушью, к рвоте. Очень сильно страдает кровеносная система, очень сильно страдает печень, почки. И поэтому, если это будет острое отравление, то у животного может появиться огромное количество симптомов. Информация о распространении вредных веществ также дошла до дирекции парка. Поэтому сотрудники во время ежедневного обхода внимательно проверяют территорию наследояда и преждевременно убирают загрязненные участки. Но чтобы обезопасить риск попадания отравленных предметов в организм, лучше выгуливать питомцев исключительно на поводке и в наморднике. Кристина Отекина, Фарид Захидаглы, Универньюз.